Часто спрашивают нас, что такое алекситимия. У нас, тем более, статья есть такая на сайте. И, в общем, психологи любят употреблять это выражение алекситимия. Алекситимия – это, знаете, как это пишется по-английски? Алекситимия. То есть это а, как бы, Алексия, без слов алекситимия. То есть если ее вообще-то перевести, где-то чувствовать тебе будет без речи чувствования. Алекситимия. Вот это вот без речи чувствования – это, по большому счету, когда человек не умеет речью выразить свои чувства. Да, вот без речи чувствования. То есть вы такого человека, например, можете, ну вот мы с вами сидим, разговариваем, спросить, что ты сейчас чувствуешь? Он скажет, ну, да ничего, сидим, разговариваем. Ну нет, вот если чувствуешь, то что чувствуешь? Ну что, ну вот диван чувствую, мягкий диван чувствую. Хотя чувствование – это про эмоции. То есть тебе сейчас как? Тепло, ну не знаю, немножко смущенно. Или, может быть, ты на что-то обиделся в речи, или тебе там неловко, мы мало знакомы. Или тебе, наоборот, очень удобно и открыто, и комфортно со мной разговаривать. Я вот про это спрашиваю. Человек просто вообще будет в полном ступоре. Он скажет, какое тепло, удобно, неудобно, обиделся, смущенно. Чувствую диван в лучшем случае. Да, вот он такое скажет. Это люди, в речи которых вы практически не услышите вот этих вот слов там. Злюсь, обижаюсь, не знаю, раздражаюсь, грущу. Это будут люди, которые будут вам в основном описывать ситуации. Или какие-то вещи, связанные с рациональностью. Он будет говорить, допустим, я зашел в комнату и увидел, что Вася сидит на диване. В лучшем случае он скажет, я зашел в комнату и увидел, что Вася сидит на диване. И понял, что настроение у него плохое, потому что я знаю, что когда у Вася плохое настроение, он пьет кофе. А когда хорошее, он пьет чай. Ну, например. У него никогда не будет «я зашел и почувствовал, что у Васи плохое настроение». То есть слово «почувствовал» практически отсутствует в речи. Любые описания эмоций, грустно, радостно и так далее, они отсутствуют в речи. Глаголы, связанные с чувствами, уважаю, люблю, злюсь, обижаюсь, они тоже будут отсутствовать в речи. То есть это люди, у которых практически нет контакта со своими эмоциями. И поэтому, если вдруг их просят эти эмоции описать, то они попадают в ступор. Они не могут ничего сказать по этому поводу. Вот это вот как раз и есть алекситимия. И страдает большое количество людей, наверное, больше все-таки страдают мужчины, потому что, в принципе, как бы женщине больше разрешено, что называется, социума, обращаться к эмоциям. Больше сквозь пальцы, например, смотрят на женскую эмоциональность. Ну, типа женщины, и положено быть эмоциональной. Конечно, эмоциональный мужчина – это какой-то нонсенс. Но мужчина в этом смысле не должен быть эмоциональным. Вот я не говорю о том, что мужчина должен, я не знаю, рыдать или кидаться пепельницами, если он злится. Нет, это не про это. Это про то, чтобы понимать и уметь описать свои эмоции языком, речью. То есть хотя бы понимать, что ты чувствуешь, что ты переживаешь. Потому что если ты не понимаешь, какие эмоции ты переживаешь, то это все уходит в психосоматику. Это явление алекситимии, это на самом деле не болезнь. Это, знаете, такой симптомокомплекс, вот как я его описала. Это такой вот симптом. Человек не умеет речь и рассказать о своих эмоциях. На самом деле рассказать не умеет, потому что он не понимает, что он чувствует. Вот это у них, кстати, очень такая замечательная фраза. Я не понимаю, чего я чувствую. Хотя чувствуешь, либо чувствуешь, либо нет. Что-то понимать, если ты чувствуешь, что-то уже. У них это все вытеснено так глубоко, что все эти переживания эмоциональные, они начинают переживаться телом, как мы говорим. То есть если у человека возникает эмоция, считается, что не возникать она не может. Потому что если начать сначала, то матушка природа дала нам эмоции для того, чтобы мы лучше ориентировались в окружающем мире и лучше адаптировались в окружающую среду. Еще когда мы не были людьми, еще на уровне животных. Потому что, например, идет зайчик по лесу. Где-то что-то зашелестело. Допустим, у зайчика нет эмоций. Зайчик должен посмотреть в эту сторону, оценить ситуацию. Понять, это листик ветром гоняет, или это волк крадется его съесть. Если он правильно оценил ситуацию и понял, что это волк, то, скорее всего, за это время его уже съели. Но если листик гоняет, то ладно, там ничего не произошло. Эмоции страха. Что делает? Зашелестел листик, я зайчик, я испугался, я убежал. Я унес ноги. Потом будем разбираться рационально, смотреть, оценивать ситуацию. Был там волк, не было там волка. Потом, может быть, я как зайчик из нескольких жизненных опытов сделаю, что волки там вообще не ходят и будут спокойно реагировать на все шорохи. А может быть, наоборот. Но первая эмоция, она тебе диктует адаптивное, правильное поведение в окружающей среде. Допустим, эмоции злости. Вот я там, собака, у меня моя кость. Подходит другая собака, хочешь мою кость отобрать. Вы все это видели. Клыки, шерсть дыбом, агрессия пошла. Это тоже адаптивное, правильное поведение. Если я буду позволять другим собакам отбирать мою кость, я умру голодным, останусь там без пищи. Или там в случае какой-нибудь территории, без самки, например, или еще что-то такое. То есть эмоция гнева, она говорит, что надвигается опасность, но та, с которой я справлюсь. То есть собака будет агрессивно реагировать, если кость будет отбирать, ну сравнимая собака. Она не будет агрессивно реагировать, если будет отбирать кость тигр. Она также испытает эмоцию страха и сделает ноги. То есть эмоция страха, она что говорит? Уноси ноги от этой опасности, она может тебя съесть, разрушить. Она сильнее тебя. Эмоции гнева говорят, что не уноси ноги от этой опасности, отстаивай себя. Потому что иначе, естественно, она может тебя съесть. Съесть твою территорию, съесть твою кость, съесть твою пищу, еще что-то такое. Отобрать у тебя благо какие-то, которые нужны тебе для выживания. То есть, например, даже эти две эмоции в одинаковых ситуациях, где приходит хулиган, когда ты разозлишься, когда ты испугаешься. То есть, хулиган, который тебя, как ты по первой оценке понимаешь, что он тебя может побить и сбить, и сделать коллегой, от него надо ноги делать, не надо с ним драться. А хулиган, который сравнимый с тобой, то, может быть, и стоит подраться, чтобы он тебе не отобрал кошелек, ценности, еще что-то. Вот, соответственно, как пример. Там есть еще масса эмоций. У каждой эмоции, как мы говорим, есть своя полезная функция. Она несет сигнальную функцию. Она нам сигналит, какое поведение мы должны испытывать. Поэтому эмоции, они обязательно у нас возникают. Если вернуться уже к людям, к социальным существам, эмоции в ситуациях, в любых, не могут не возникать. Но если вы так воспитаны, что вы их не чувствуете, то вот этот импульс, например, когда на страхе надо убежать, на злости надо, чтобы гормоны, адреналин, выделился шерсть дыбом, клыки, условно. Но мы тоже знаем, что если люди злятся, они там краснеют, то есть все равно идет телесная реакция на эмоции у нас. Так или иначе. На страхе там бледнеют, не знаю, как-то там впадают в ступор. То есть мы это все видим. То есть она есть телесная реакция у человека, когда он испытывает эмоцию. Если он ее как бы не испытывает, и вы никакой реакции не видите, куда этот импульс ушел телесный? Он ушел вот туда, во внутренние органы. И оттуда, соответственно, начинается там, где тонко, там рвется. Если у тебя есть там слабые желудочные стенки, например, то это может быть язва желудка. То есть это психосоматические заболевания, заболевания, в которых присутствуют два компонента. Обязательно психологический и обязательно физиологический. Одно без другого не будет. Если у тебя слабые желудочные стенки, но нет определенных психологических вещей, комплексов каких-то, которые надо разбирать и распутывать, ты не заболеешь язвой желудка. Если ты имеешь определенные особенности сердечной мышцы, но при этом у тебя нет определенного комплекса, определенного типа личности, ты не заболеешь гипертонией. А вот если есть и то, и другое, то заболеешь. Психосоматика – это сочетание психологических каких-то особенностей и соматических. Сома – это тело. То есть должно быть что-то в теле, слабенько где-то, и определенные психологические структуры личности, либо тип поведения, либо проблемы, либо комплекс, то есть определенные психологические особенности. Тогда возникает психосоматическое заболевание. И вот если ты свои эмоции не переживаешь, вообще даже не понимаешь, и вообще даже выразить не можешь, то очень велика вероятность того, что у тебя есть психосоматические заболевания. И вывели вот эту вот алекситимию тогда, когда изучали психосоматиков. То есть стали разбираться, чем объединяются люди, все, которые болеют таким-то психосоматическим заболеванием. И было выяснено, что все они как бы отличаются такой особенностью. Они не умеют описывать свои эмоции. Они их не умеют описывать, потому что они их не чувствуют. Если ты их чувствуешь, что, собственно, ее описывать? Ты берешь и описываешь. В конце концов, культурный уровень у всех достаточный, чтобы описать эмоцию, если ты ее чувствуешь. А вот если ты ее не чувствуешь, как ее описать? Как вы относитесь к ситуации? Нейтрально. А вот он вам позвонил, и что вы почувствовали? Я должен был принять решение. И как вам это? Я сомневался. И что вы чувствовали? Да не знаю, ничего не чувствовал. Ну, какое решение вам, может быть, больше нравится? Хотя бы, да. Ну, кто же так принимает решение, говорит он мне. Я говорю, ну, конечно, никто. Но все равно, наверное, какое-то решение больше нравится. Опираться-то будем, конечно, понятно, на факты, на информацию. Но все равно же как-то к сердцу уже бывает, что что-то больше лежит. Не понимаю. То есть вот человек вот даже не понимает. У них самое, так сказать, любимое слово нейтрально. И на самом деле все в этой жизни из воспитания. Просто все. Потому что как мы родились, мы вышли, как считается, в окружающий мир, да? В окружающую среду. И в этой окружающей среде мы должны адаптироваться. Для младенца окружающая среда – это его семья. И он адаптируется в среду, которая называется родителем. Потому что, опять же, все интересы и потребности ребенка удовлетворяются родителями. Поэтому для того, чтобы получить конфету, велосипед, для того, чтобы пригласить Машу в гости, я все равно должен спросить родителя или попросить родителя. Для того, чтобы мне разрешили вернуться с дискотеки не в 8, а в 7. Для того, чтобы меня вообще отпустили на эту дискотеку, а не наказали. Все это у ребенка происходит через родителя. То есть это вот называется поэтому таким синдромом заложника. Ребенок в этом смысле заложник родителей. Если для того, чтобы мне было хорошо, я должен обратиться к какой-то личности и только от нее получить разрешение, если она решает, когда меня наказывать, то естественно, что я буду как-то коррелировать свое поведение, вырабатывать систему ценностей моральных. Что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильное поведение, что такое неправильное поведение, что такое одобряемое поведение, что такое неодобряемое, за что тебя будут хвалить, за что тебя будут ругать. Это все транслируется ими. Потом родители уходят, а наши представления остаются. Представление о людях – это фактически наше представление о родителях. То есть если я считаю, что будут поощрять за ум, родители меня поощряли за ум, например, то когда я вырасту, я буду считать, что все люди будут ценить меня за то, что я умная. Если меня поощряли за силу, там, допустим, папа говорит, молодец, умеешь отстоять себя, такой пральный мужик, действительно, если там на тебя кто-то нападает, а в глаз ему вообще, там тебя все боятся, будут уважать, то я вырастаю, и я прихожу в такой социум, в такие социальные условия, выбираю такую профессию, где уважение строится, насилие. То есть это в плохом смысле, это может быть какая-то криминальная среда, в хорошем смысле это может быть какие-то правоохранительные структуры, когда люди действительно получают признание за счет силы. Это может быть спортивная среда, где тоже сила дает тебе все бонусы, фактически, там, какая-нибудь. Либо какие-нибудь единоборства, либо там, просто, не знаю, там, атлетика. То есть вот эти все установочки, они все от родителей. И мы, вырастая, вот что такое хорошо и что такое плохо, да, спросила Кроха, это же все папа с мамой. Вот так себя вести надо, так не надо. Один папа говорит, бей всех, и пусть тебя все боятся, и все девчонки будут твои. Другой папа говорит, посмотри вон на Васю Пупкина, задохли-ка. Сидел за компьютером, во дворе не показывался, все его опускали-опускали, а он поехал в Австралию, выиграл конкурсы, привез родителям 15 тысяч долларов, потому что победил в какой-нибудь игре там. Такое бывает, иногда объявляют конкурсы, производители игры. Вот он поехал на конкурс производителей игры, привез 15 тысяч долларов, потому что всех победил. И теперь все его уважают, и все девчонки от этого вот, который сильный, убежали к этому вот, который очкарик задохли. Так что имей в виду, умом человек добивается всего. И такой ребенок будет добиваться всего умом. А другой будет добиваться всего силы. И одному будут говорить настоящие пацаны не плачут, и отворачиваться от него, когда он плачет. И такой ребенок перестанет плакать, потому что никто не хочет, чтобы родители его осуждали и отворачивали. И поэтому наши вот эти представления о добре и злее. Ведь одно и то же, одни люди считают добром, другие считают злом. Одно и то же, одни люди уважают, а другие ни во что не ставят. Например, родственные связи. Кто-то говорит, что родственника, ну это же родные люди. Это же брат мне, неважно. В тюрьму попал, ты вор или ты кто, но я тебе буду помогать, потому что ты мне брат. Для меня приоритет родственных ценностей выше всего, говорит такой человек. А то, как говорят, родственников не выбирают. Вот друзей выбирают, ради друга я в огонь и в воду. А родственники, ну, случай свел меня с этим человеком не чужой. Я своим родственникам вообще не о чем с ним говорить, он мне никто. А вот друг мой, это да. И вот, пожалуйста, да, вот это вот все то, что выросло из семьи. Это все ценности, которые дают нам родители, моральные установки, ценности, правила поведения, которые дают нам родители. В этом смысле, конечно, алекситимия, это оттуда же. Если у тебя папа с мамой алекситимики, обычно так и сходятся люди. То есть, если ты алекситимик, то, скорее всего, в пару подберешь такого же, да, потому что иначе у вас как бы не один и тот же язык. Это как разные языки, да, испанский, там, китайский, условно. Ну, люди могут понравиться друг другу, но они как начнут говорить, да, они же друг друга не поймут. Ну, поэтому алекситимики подбирают алекситимиков. Рожают тоже алекситимиков, естественно, да, потому что откуда ребенок научится описывать свои эмоции, если папа с мамой вообще даже слов таких не употребляют между собой в разговорах. Естественно, они и внимания на это не обращают, они тебя не спросят, ты что, обиделся? Потому что они вообще, вот, они в этих терминах не разговаривают. Они не скажут, ты что, разозлился? Или не спросят, почему ты не разозлился, когда у тебя отобрали машину? Они, они сами этого не знают. Они будут строить все на рациональном, они будут так же совершенно говорить, что для того, чтобы вернуть свою машинку, ты должен был вот так-то поступить, поступить. Главное действие это. Ребенок будет знать, как надо поступить, в какой ситуации. А эмоциональный ряд у него будет выпущен, да, звено провалено, да. Хотя на самом деле нормальная ситуация устроена так. Тебе приходит сигнал из внешнего мира. Ну, например, отобрали машинку, поругали, не знаю, еще что-то. Ты испытал какую-то эмоцию, эта эмоция вызвала какое-то поведение, а потом ты это рационально осмыслил. А здесь, получается, эмоциональное звено выпущено. Если так, веди себя этак. А вот эта вот эмоциональная ориентировка, которую я рассказывала про зайчиков-то и всяких кроликов, да, она выпущена, ее нет, и ребенок это уже не чувствует. Но здесь вот надо как бы с этим пытаться бороться просто потому, что здоровье свое не купишь. И в данном случае мы говорим о том, что умение распознавать свои эмоции и их описывать, оно на самом деле очень хорошо, и это уже экспериментально доказано, влияет на улучшение вот в ряду этих психосоматических заболеваний. И люди, если они научаются отслеживать свои эмоции и о них разговаривать, их психосоматическое течение заболевания становится намного легче, намного спокойнее. Субтитры создавал DimaTorzok